Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Интересный и иронический твит от Боба Лукаса. Мы находимся в той точке бычьего рынка криптовалют, когда каждый новый проект звучит невероятно. И нам уже не нужно анализировать и сам проект, и лежащую в его основе технологию. Как раз в моей закрытой группе наша аналитика разбирает не только технологии, лежащие в основе новых проектов, но и команду, перспективы и весь сегмент. Вступить в эту группу можно еще сегодня и завтра, и это будет единственный набор в этом году. Ссылка в описании. Там же есть ссылка на мой телеграм, если есть вопросы, ты можешь со мной связаться. Сегодня Банк Международных Расчетов фактически выдал нам сигнал о том, что улучшение трансграничных платежей это приоритет в стран большой двадцатки. А в какой нише работает Рипл? В чем его главная задача и цель? Конечно же трансграничные платежи. Уже давно ходили слухи, что такая новая инфраструктура в разработке, и в будущем она даже может стать новым классом активов от стран большой двадцатки. А трансграничные платежи станут основой цифровой экономики. Это будут устойчивые и экологически безопасные финансы, которые оставляют максимально небольшой углеродный след. Ведь экология это еще одна самая главная повестка дня в сильных мира сего. БМР у себя в Твиттере также заявляет, что будущие ЦВЦБ смогут взаимодействовать с формой мульти-ЦВЦБ устройств. Что-то очень сложное. Еще раз, они могут взаимодействовать с мульти-ЦВЦБ механизмами. Взаимодействие это еще одна ниша XRP, который задумывался как мостовая, связывающая валюта между различными цифровыми валютами. Конечно будут и другие криптовалюты, которые помогут с построением инфраструктуры этой финансовой системы. Это не будет только лишь XRP. Будут еще несколько. Причина, по которой я привлек твое внимание именно к XRP, его все еще можно купить очень дешево, в отличие от многих остальных. Большая двадцатка G20 встречалась в Саудовской Аравии в прошлом году, об этом я тоже рассказывал. Это не может быть совпадением. Возможно, что системе нефтедоллара приходит конец. Они переходят на новую систему, как мы и предполагаем. Совместимость, трансграничные платежи, малый и средний бизнес – все это части стратегии стран большой двадцатки. Кстати, Ripple тоже переключил свою стратегию на малый и средний бизнес. На странице Банка международных расчетов в Твиттере можно увидеть, что скоро будет выступление очень влиятельных людей. Например, Джерома Паула, председатель управления ФРС, который говорил о ЦВЦБ, о том, что они должны появиться с помощью приватного сектора. Даже не так, он сказал, куда категоричнее. Без приватного сектора правительство не сможет создать ЦВЦБ. Именно приватные компании будут обеспечивать технологию, а государственный сектор займется правовыми вопросами и регулированиями. Как видите, кроме Джерома Паула, на встрече будет еще множество других значимых в мире финансов фигур. Так почему же Кристин Лагард, Аугустин Карстенс, Крис Джан Карло и все остальные люди, которые даже имеют связи с XRP, начали говорить о ЦВЦБ и цифровых технологиях именно сейчас, в марте? По мере того, как мы наблюдаем агонию существующей финансовой системы. Дэниел Ди Мартино Буф у себя в Твиттере опубликовал следующий график, на котором мы видим, что фондовый рынок находится в ужасном состоянии. Все падает, корректируется и перетекает в другие активы. Он пишет, что это худшее падение S&PX за последние три недели. NDX за один день нивелировал весь доход за весь этот год. Все потому, что данная финансовая система почти мертва. Коррекция, о которой я уже говорил и предупреждал в одних из своих видео, скорее всего уже на горизонте. Именно в это время банкиры центральных банков встречаются на встрече БМР, которая относится к трансграничным платежам. Джон Канлифф, заместитель главы Банка Англии, также говорит о том, что пора менять природу трансграничных платежей. Как мы уже слышали, бывший глава Банка Англии Марк Карни заявлял, что новая виртуальная валюта может заменить доллар США в качестве мировой резервной валюты. Я очень сомневаюсь, что все эти центральные банки и крупные технологические компании могут работать вместе для того, чтобы служить общественным интересам. Скорее всего, все эти собрания и связь всех этих людей не является случайностью. Многие новички, которые пришли на рынок в этом году, просто не знают тех документов, которые я показывал еще до 2021. Поэтому сейчас мы видим очень много негатива в отношении к S&P. Ну давай я напомню. Многие люди верят, что все происходящее просто ложные надежды и хайп. Но большинство XRP-комьюнити думает иначе, так как они знают реальные факты. Мировой банк заявил, что Интерледжер очень многообещающая технология для платежной сферы. Если что, речь идет о совместном проекте Европейского Центрального Банка и Банка Японии под названием Stella. Это протокол Интерледжер. Далее, документ от Банка Англии из 2017 года. Ускорение принятия Proof of Concept. Внизу написано, Ripple изучает синхронные расчеты платежей с использованием протокола Интерледжер. И есть еще множество других документов. Все они подтверждают оптимизм большого количества людей по поводу XRP. Например, документ от SWIFT называется «Будущее трансграничных платежей». Участников очень много. Основные из них это Банк Мизуха, Ripple, SWIFT, Банк Англии, CLS Group. Здесь видны все связи, все точки соприкосновения этих людей. Это сообщества людей, которые идут к одной цели. Извлечь выгоду из сложившейся финансовой возможности в мире, который быстро движется к цифровой экономике. И этот процесс, кстати говоря, сильно подстегивается пандемией. Также существует проект Ubin, созданный компанией Accenture, которая является партнером Ripple. И в нем мы снова находим упоминание протокола Интерледжер, написанным мелким шрифтом. Мелким шрифтом. Какое еще сообщество может, да и захочет разобраться во всех этих скучных документах, листать сотни страниц, чтобы найти важные крупицы информации и рассказать о них людям. Это могут делать только такие сумасшедшие, как я. Биржа и Центральный Банк Сингапура завершили установку посреднического блокчейна Interledger для токенизированных активов. Ripple проводит пилотные испытания приватного реестра для запуска ЦВЦБ центральными банками. Все это нельзя игнорировать и говорить, что XRP это скам проект. Что это просто незарегистрированная ценная бумага. Многие люди слишком ленивые, чтобы просто найти всю эту информацию. Если XRP искам, то выходит, что самый масштабный в истории. Банк Международных Расчетов ищет помощь для запуска центральных валют цифровых банков на этих своих встречах по трансграничных платежах. Мне наплевать на иск сек, это все мелочи. Что самое главное, мы переживаем глобальную финансовую революцию. Азия, Европа, Африка, Австралия, Южная Америка, все они уже готовы. И США тоже лучше бы попасть в этот список. Даже Мексика уже готова. Останутся ли Соединенные Штаты позади? Все в их руках на самом деле. А сейчас я тебе скажу то, о чем обычно не говорят, когда речь идет о Ripple, США, SEC или Эфириуме. Это очень неприятная и прямо-таки отвратительная история, показывающая всю грязь и подноготную алчной и продажной человеческой натуры. В 2018 году, когда Эфириум был в шаге от той же пропасти, в которой сейчас находится Ripple, директор по корпоративным финансам комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC Уильям Хинман подытожил, что Эфир – это товар, а не ценная бумага. Ну и что? А то, что когда он провозгласил Эфириум неценной бумагой, Уильям Хинман внезапно начал получать пенсию в размере в 1,6 миллиона долларов от Симпсона Тэтчера, члена Эфириум Альянса. Похоже, что ситуация с Ripple – это не просто интерес SEC, это и интерес Эфириум Альянса, особенно в свете того, что Эфириум также рассматривается как платформа для цифровых валют центральных банков. Об этом я рассказывал в одном из своих видео, ссылка на него будет в описании, наверное. Не кажется ли тебе, что вся эта ситуация в целом – просто-напросто конфликт интересов, и Ripple об этом знал заранее? Не кажется ли тебе, что недавний запрос Ripple к SEC о том, почему Эфириум не является ценной бумагой, а XRP является, был всего лишь стратегическим ходом со стороны компании Ripple, который должен скрыть все грязные секреты комиссии? Подумай об этом. На днях Financial Times заявили, что настало время для большой перезагрузки финансовой системы. Все эти истории и слухи о том, что банкиры центральных банков перезагружают финансовую систему, теперь находят свои статьи на таких масштабных и огромных ресурсах, как Financial Times. В этой статье они обсуждают все то, о чем мы говорим в криптосообществе уже очень долгое время. 35-ти или 40-летние устаревшие технологии финансовой системы нуждаются в квантовом ускорении, в качественном прыжке в 21 веке. В статье идет обсуждение инфляции, низких процентных ставок, возможности списания долга, о которой мы говорили уже не раз и о которой, кстати, упоминал и Рей Далио в своих книгах. И вот они уже говорят об этом, посмотрим, что произойдет дальше. Новая финансовая система сможет сделать счастливыми всех, так они нам говорят, но на самом деле произойдет потеря конфиденциальности и приватности. Скорее всего, будут краткосрочные возможности обретения конфиденциальности, но не нужно заблуждаться, со временем она исчезнет. Цифровые финансы подконтрольные государству – это прийти и сдаться на милость старшего брата. Я выделил самую интересную часть этой статьи. Политики должны договориться о неком узле, который свяжет вместе все остальные цифровые валюты и привяжет их к какой-то центральной электронной валюте, возможно, к электронным специальным правам заимствования Международного резервного актива. Это та самая SDR-валюта, что будет создана Международным валютным фондом, о которой я, кстати говоря, снимал видео. Такое впечатление, будто бы я снял видео уже обо всем на этом свете. У XRP точно есть потенциал, чтобы стать этим узлом. Вспомните, как Гэри Гэнслер говорил о реформе ставок Либор. Он сказал, что Либор – это пережиток прошлого. Сэнди О'Коннор говорил о необходимости заменить ставки Либор чем-нибудь еще. Гэри Гэнслер практически становится председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США, а Сэнди Коррор – это женщина из компании Ripple. Как видишь, они связаны едиными целями. Если у цифровой валюты когда-нибудь будет потенциал, чтобы стать мировой резервной валютой или валютой типа электронных специальных прав заимствования SDR, то это будет XRP. Ну или, может быть, XLM. Месяц или полтора назад я опубликовал это видео, в котором говорил, что частный сектор может и должен работать напрямую с центральными банками для создания цифровых SDR, которые будут использоваться в качестве единицы расчета и средства сбережения. Мировой экономический форум, люди, которые стоят у истоков великой финансовой перезагрузки, уже собирались насчет этого вопроса 19 октября на встрече Международного валютного фонда. Сейчас такое же собрание будет проведено и Банком международных расчетов. Мы знаем, что у Ripple есть тесные связи с Международным экономическим форумом. Также мы знаем, что в официальных документах Международного экономического форума Ripple XRP упоминается в отношении цифровых SDR наряду с монетой JP Morgan. Теперь уже Financial Times пишет об электронных SDR, и XRP отлично вписывается в эту концепцию. Давай закончим это видео следующим твитом от Modern Consensus. «Правительство не может построить цифровой доллар без помощи частного сектора», сказал Джером Пауэлл. «Нам нужны компании с опытом для создания цифровых валют». Это тоже его цитата. Аарон Мартинес комментирует «Позор, что SEC судится с ведущей американской финтех-компанией Ripple, которая активно сотрудничает с центральными банками по созданию цифровых валют в центральных банках». И я с этим полностью согласен. Максимальный позор — это продаваться Ethereum Альянсу за 1,6 миллиона долларов, чтобы согласиться с тем, что эфир — это не ценная бумага. И при этом судиться с Ripple, в то время, когда он так необходим Соединенным Штатам. И это даже не мои слова. Это слова Джерома Пауэлла. Именно он сказал, что Соединенные Штаты нуждаются в компаниях, у которых есть опыт создания цифровых валют. Я, кстати, удивлен, почему эта история не приобрела глазки. Почему это все спустили на тормозах? По-моему, это коррупционный скандал вообще. То есть комиссию реально подкупили за 1,6 миллиона долларов в год и всем по барабану. Почему? Не знаю, надеюсь, после этого видео что-то изменится. На этом все. Меня зовут Богатейщий Дип. Ставь лайк, если видео тебе было интересным. Мне всегда приятно, каналу помогает расти. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируй, делись видео с друзьями и обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!